Значимость метабольного противостояния Металурга и Колоса можно сравнить разве что с поединками футбольных Барселоны и Реала. Две лучшие команды в мире выясняют, кто же все-таки из них сильнее. Как правило, такие игры выходят за рамки борьбы в турнирной таблице, а победа в матче ценится болельщиками куда выше, нежели в рядовой игре. Однако в случае с противостоянием Металурга и Колоса все намного сложнее. С турнирной точки зрения очный поединок принципиальных соперников важен для обеих команд. И тем острее смотрится противостояние. Ничья оставит Металург на втором месте, а победа Колоса практически гарантирует и патовскому коллективу второе чемпионство к ряду. В последних трех матчах команды по разу выиграли и сыграли в ничью. Предсказать результат этой игры было просто невозможно. Хорошие эмоции. Такого мотопола никогда не было в жизни. У них очень хорошая команда, вратарь очень сильный. Мне запомнился момент, как он поймал очень хороший мяч. Игра была полна ярких моментов. Множество атак в разные стороны, жесткие стыки и красивые сейвы вратарей. И главное, голов долго ждать не пришлось. В первом периоде забили два мяча, все в ворота Колоса. Должны выиграть обязательно. Почему? У нас мы отсюда уедем с очком. Там нас будет устраивать ничья, а им нужно обязательно выиграть. Ну, то есть борьба продолжается. И останавливаться на достигнутом нельзя. Тем более команда-то уровнем серьезным. Несмотря на все усилия Колоса, во втором периоде Металург лишь увеличил отрыв. В третьем счет уже был 5-0. Один из героев матча капитан Металурга Владимир Сосницкий отметил, что эта победа пока ничего не гарантирует. Эмоции хорошие. Мы задачу выполнили. Второй плей-офф прошел удачно. Теперь заключительный плей-офф будет в Краснодарском крае. Там будет решаться, кто станет чемпионом. Алексей Семенов по ходу матча совершил немало эффектных спасений. Когда счет дошел до крупного места в воротах, занял его молодой коллега по вратарскому цеху Арсений Кобелев, который не хуже отыграл свой отрезок матча. Алексей подчеркнул, что победить удалось во многом из-за правильного командного настроя. Серьезно на эту грунт стиль настраивались. Между собой поговорили команды и с тренерами тоже, соответственно, пообщались. Так что, конечно, хотелось окончить сезон видным на мажорной ноте. Игроки Колоса после матча понимали всю сложность ситуации. Перед заключительным этапом «Металлург» возглавляет таблицу, опережая ипатовский коллектив всего на одну очко. Это добавляет только психологического преимущества. Однако оно сейчас очень важно. Ну, это спорт. Сегодня «Металлург» был сильнее. Тут отрицать нечего. Ну, будем работать над ошибками проводить, идти дальше. Руки опускать не будем, как говорится. Ну, было тяжело, да. В заключении состоялось награждение команд за участие в Кубке России, в котором первое место занял видновский «Металлург». Теперь команде предстоит вернуть титул чемпиона страны, ведь действующим обладателем является ипатовский «Колос». Решающие матчи турнира состоятся в Краснодарском крае. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.